и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в arc survival world все так же с модом arc eternal все так же на сервере eternal 15 x это второй спин-офф уже здесь я решил вам рассказать об элементальных а именно о птерах и трайках добыл я кое-как четвертого трайка у меня вот lightning трек не попадался большого ну я в общем решил уже притомить его маленького ну ладно фиг с ним короче будет хотя бы маленького а так видите да то есть вполне такие нормальные лоба у них вот ну и у птерчиков примерно такая же история под углом покажу вам наверху вы все лоба у них ведь в общем что я хотел про них рассказать здесь обычные здесь огненные ядовитые и молниевые в общем молниевые что же и как же с ними связано если просматривать обычного трайка то это обычный трайк который бегает прыгает и ничего более ну грубо говоря прыгает потому что вот этот прыжок нельзя назвать за прыжок но все-таки прыгает да бьет обычной атакой и по сути ничего более ну еще срать умеет а вот если рассматривать обычного птера то это обычный птер собственно стандартная бочка так дальше 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 стандартная бочка обычный укус хватание и собственно все ничего такого сверхъестественного вот что касается элементарий давайте все-таки начнем с птеров так как птеры менее интересные назовем так вот птеры у них имеют точно такую же способность как обычный птер то есть могут схватить могут ударить стандартная бочка единственное отличие это то что и можно качать скорость передвижения по сравнению с обычными ну и также еще они при атаке огненный поджигает ну давай ну попадите гость промок что ли а точно промок на сервере давно и так не перезапускался че-то окна нифига не поджигал его ну да ладно тихо-тихо ну это про лаги это уже на серверной части нам сказать что после этого записи чтобы перезапустили все таки потому что четко глупость ядовитый как и везде ядовитый обычный ядовитый накидывает торпор и так далее ему конечно есть смысл качать скорость чтобы драпать здоровье и ну конечно же урон молниенозный же свою очередь вполне тоже в этом плане неплох он также как и ядовитый ну во первых ночью выглядит просто бомбезно эти вот и молния это просто кайф также подхватывает обычный удар налечь ничего дополнительный урон ничего и бочка в общем все по дефолту ну и также он получается мало того что при попадании вроде бы у него должна сверкать молния на этом а хотя нет вроде бы нету теперь не сверкает на жертве назовем и так но усыпляет также усыпляет честно не тестил насколько сильно сильнее чем пойсон и но если в допустим трайки любого лэл по мне ударили я сразу же засыпал то есть я на завремя засыпал на обычным стандартам вот ну и перейдем к интересному а именно к трайкам трайки это конечно же это с чем-то в сравнении с обычным трайкам прыгать или не умеют потому что если мне кажется что прыжок трайку добавили недавно крайне мере этого ни разу не видел вот собственно все по дефолту удар обычный ничего дополнительно но на правую кнопку мыши он начинает бить лучом вот а луч конечно это кайф кстати есть вот находишься рядом да с чем-то что можно добыть то еще струб то он еще дополнительный урон наносит и собирает допустим траву я про лак конечно еще тот но в целом вот этот дамаг это конечно что то с чем-то ну хорош натуре лучше проходит через воду не важно что он огненный плавают они намного быстрее чем бегают и также под водой можно бесчинство устраивать типа вот так вот и пошел я типа качаюсь в общем как видите все просто замечательно и огненный луч это конечно что-то с чем-то при всем при этом если в допустим ездишь луч и он сразу смотрит вниз то есть он в целом ничего не делает но чтобы он бил вверх надо ударить обычная так и тогда он ведь как бы лучше подбрасывает что касается лайтнинга не обращайте внимание гости спят называется что касается латнинга здесь примерно так же только эффекта много басяве то есть такой же луч только молниеносный и красивый эффект снаружи все то же самое по дефолту ничего и более выглядит конечно бомбезно но также накидывает топор как и поясновский и в чем у них проблема просто красота я кстати вот с такими характеристиками я находил у лайтнинг лайтнинг трайка первого левела который через трубу если на него смотреть он показывал 440 левел у него топора было полтора миллиона так вот за один вот такой удар я эти полтора миллиона скидывал на максимум то есть я его сразу же оглушал только он почему-то сразу же вставал в общем дебильный козел и я убил вся проблема в что в птерах что в трайках когда они убивают они оглушают если не быстрее оглушат чем убьют и это главная проблема допустим когда убиваете элементаря либо альфа в моде аркатернл то после оглушения а лут который должен с них выпасть он не выпадает и собственно единственное кем можно убить из элементарий это и чтобы лут выпал это именно огненный что обычный луч что обычная атака дает нам дроп именно с элементарий что дает огромнейшее преимущество мало того что мы поджигаем врага так еще и дополнительно наносим урон и еще и лут падает в общем просто здоровская комбинация в этом плане поэтому я вижу лучший вариант именно развивать фаер элемент трайка но опять-таки же если фон у вас хорошего леву на данный момент у меня я томил тайка 600 левула именно поясом трайка и он у меня конечно очень босявые 2 миллиона хп вполне достаточно есть фаз есть пот на регенерацию а потом на генерацию это всего лишь пять цветков и делаются они очень легко да и к тому же этот стол можно просто с собой в инвентаре таскать взяли поставили состряпали обратно и закинули все суть в том что если в на тот случай если вам нужны будут поты но эти поты легче конечно же просто состряпать и сюда положить соточку и хватит как говорится цветы добывается легко этим же собственно трайком вот ну как я уже сказал лучше всего именно огненный трайк так как он дамажит им то есть поджигает дамажит и при этом а дроп от снял таким же эффектом имеет и птер но только что-то он с поджиганием не сработал также если просматривать элементарий есть вот такого-то eternal но eternal и это уже немножечко другая история про eternal of я расскажу какой-нибудь из из других спин-офф of eternal of очень много и говорится отчизью в общем сначала надо поймать их всех а потом уже про них рассказывать собственно прошу почему я про это рассказал потому что он тоже может поджигать но это совершенно другие здесь элементал то есть элементали огонь воздух молния ну в думаю все таки воздух и яд это три элемента это уже они уже совершенно другой тип динозавров ну в общем надеюсь я вам все рассказал про и тернов и хотелось бы обратиться к тем кто играет на этом сервере вместе со мной суть в чем в группе вконтакте именно этого сервером описанном в описании есть ссылка на группу вконтакте есть правила которые не нужно нарушать есть люди которые нарушают и есть в честно правила хорошие меня вполне устраивают и как я уже говорил единственное правило которые нарушают и вот эти фундаменты у меня стоят но я скоро поставлю заборчик и все будет хорошо но есть люди которые даже после того как я рассказал показал один на ним никак не справились как стояло полуострова забито стенками застроена так и осталось это неправильно я с таким же с такой же уверенности я просто чисто из принципа могу взять и застроить весь остров маленькую подкову я просто вот пойду по фарм или немножечко и застроить весь остров фраз уж это положен может делать один нарушать правило то почему не могу нарушить это правило я как говорится мы все тут знаем про кого идет речь и потому что уже про это шла речь в прошлом спин оффе также он начал застраивать сверху ресурсы ресурсы спавляться но не все то есть он как-то поставил немножечко карема так что все таки ресурсы спавляться не все ресурсы это металл массовое скопление и так далее опять таки же он нарушает правила уже два правила во первых он застроил респаун то есть ты появляешься ты появляешься на его территорию и ты не сможешь оттуда выбраться пока ты не притомишь себе птера либо не сдохнешь потому что даже под водой ты проплыть не сможешь в этом вся проблема хотя не пробовал под водой может там где-то есть щель ну это глупость так вот человек нарушает правила и с этим как таково ничего не делается это уже проблема есть правила которые нарушать не стоит и если в это как говорится не исправится то я тоже буду делать то что захочу и никто как говорится ничего не скажет есть расскажет то вату будет заряд так как суть в том что все нарушают правила почему это должно быть адресом только ко мне именно упреки вот такие вот дела в общем что касается правил я вам если у вас исчезли все постройки ну не серчайте вы нарушили правила а как говорится незнание закон нет ни как не огораживает вас от ответственности что-то типа того не освобождает вас от ответ от ответственности правило есть правило по правилу это всегда закон вот такие вот дела народ так что не пытайтесь писать мне в личку не пытайтесь писать администрации почему у меня исчезли все постройки я же все хорошо делал а какого фига а вы все говно и все в таком духе потому что если в ты дебил нарушил правила то уж извиняй тебе здесь не место можешь построить сначала почему бы нет а вот ну при неоднократном нарушении правил будет бан вот такие вот правила есть в группе в контакте еще раз повторяю не в моей группе а в группе именно сервера туда уже вступило немало немало людей как говорится люди могут посмотреть узнать и почитать правил немного ну в смысле в плане списка он небольшой так что почитать не составит рта в общем на этом все рассказал про трайков рассказал про правила рассказал про какого-либо рода нарушения которые пока что на данный момент не исправляется вот хотя уже прошли сутки после выхода того видео про которые я говорил в котором я говорил что да как да где вот такие вот но в общем все на этом все всем пока всем счастливы добра и смотрите мои не только спин-оффы но и выпуски и не только выпуски но и спин-оффы все всем пока